очагов тв представляет зетка я дел мало тебе просто быть рашистом надо еще обязательно чтобы это все видели ну а почему же нужно если я подполковник выложить войск спецназа МВД спецназа МВД подполковник а вы кто посмотри на тебя подполковник спецназа МВД а вы что закончили что вы что закончили в этой жизни что я закончил школу хотя бы закончили школу закончил я думаю что 8 на 12 вы не умножите сколько 8 на 12 96 8 на 12 да да прикинь ты даже этого ты не можешь умножить 8 на 12 посчитал уже 96 возьми калькулятор я трехзначный на трехзначный могу умножить в уме только мне время на это надо и зверец конопиток забыт давным-давно а был он слаще меда пьянее чем вино в котлах его варили пили все слушай не надо мне читать твои стихи дурацкие для чего для чего ты мне читаешь какие-то дурацкие стихи я тут пришел разговаривать я разговариваю на тему войны куда ты убежал гаденыш зэточник я с ним беседовал уже по-моему не один раз говорит я не смогу 8 на 12 умножить там сидел 3 минуты умножал я даже не уверен что у него этот результат получился ай дурачок очередной зэточный здрасте здорова что за ветер у тебя там ну вот так задувает ветер 9 градусов тепла всего лишь у нас на россии на белгородчине а из белгорода нет да самого белгорода или ближе к украине да не из белгорода что ближе а какой еще не ближе у нас белгород один нет я думал может белгородская ты сказал белгородщина я думал может ты там из ну белгородщина да белгородщина так и есть ну да я думал может быть ты из этих из Шебекина а из Шебекина же вас всех эвакуировали. Я забыл. Куда ты? Эвакуировали их всех из Шебекина. Точно. Он из Белгородчины, но не из Шебекина. Это уже хоть как что-то я о нём сейчас знаю. Привет. Добрый вечер. Ты из какого города? С Волгограда. На какие темы беседуешь? На разные. Ты Украину целенаправленно поставила? Да. Ну, о чём ты хочешь поговорить? Да мне всё равно о чём. Ну, а почему именно Украину? Почему ты не выбрал другую страну? Да не знаю. По приколу. По приколу. По приколу, наверное, больше всего ты по поводу войны говоришь с Украинцами. Да нет. Не только. Не только. Понятно. Ну, как ты относишься к тому, что ваша ракета баллистическая сегодня убила 52 человека в кафе попала? Ну, не знаю. Мне всё равно. А тебе всё равно, что ваша страна уничтожает мирных людей, да? На соседней территории? Ну, как есть, так есть. Капец. Слушай, а почему тебе не всё равно? Ты такая безразличная или такая чёрствая, или ты такая недалёкая? Как ты это объяснишь? Да не знаю, просто. Ну, как отменили? Пофигистка. Пофигистка, нет? Ну, типа того. Слушай, а тебе не пофиг, что тебя прилетит, грохнет ракета, например? Да у меня, ну, что будет, то будет. Судьба такая. Ужасно, слушай. Ты знаешь, меня последнее время поражает вот этот вот футуризм россиян. Так а как надо реактировать? Я ничего не сделать не смогу. Россияне верят просто в судьбу. Да вот что будет, то будет. Мы ничего не можем сделать, потому что мы рабы бессловесные. И нам нет смысла даже рыпаться куда-то. Правильно я понимаю тебя? Так а что я сделать смогу? Ничего. Поэтому мне все равно. Слушай, а как ты думаешь, вот по вашей конституции, кто является источником власти в России? Все, да? Она не захотела дальше разговаривать. Понимаю. Ну, и мне тоже не очень интересно было. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Украины? Какого, с какого города? Город Очаков. А вы? Очаков. Это какая область? Николаевская. Николаевская область. Ясно, я когда-то жил в Снегиревке. А, серьезно? Я знаю, да, где Снегиревка. А вы откуда? Родился на Западной Украине, Кмельницкая область. А сейчас вы где расположены? Самарского область. Вы переехали жить в Россию, да? В 1976 году это было другое государство, другая страна. Ну, да, да, согласен, согласен. Да, да, да. Снегиревка, я знаю, да, Снегиревка, там, за нее бои долго шли за Снегиревку, долго выбивали ваши войска из Снегиревки, но в результате выбили. Скоро вернутся, не переживайте. Серьезно? Вы реально так считаете? Я не считаю, я думаю и в этом уверен. А на чем основывается ваша уверенность? Я вам не расскажу. Почему? Это же военный этап. Это военный этап. А, вы владеете какой-то тайной, которую все не знают. Я не владею, но я вам не расскажу. Понятно. Вы не владеете, но вы не расскажете то, чего вы не знаете. Почему? Потому что это военный этап. Даже от вас? Я с вами с вами согласен. Даже от меня. Почему? Это военная тайна даже от вас, которую вы не знаете, поэтому я ее не расскажу. Потому что есть значит, не для, как правильно, не для, забыл, как называется, короче говоря, совершенно секретно, секретная особая важность. И вы допущены к какой категории? Второй. Совершенно секретно, или просто секретно? Если вы в этом не разбираетесь, я вам не буду освещать и образовывать. Вы смешной. Вы смешной, чел. Это от вас сейчас такое было. Вы смешной, говорю. Да-да. Это от вас сейчас такое. Ой, вы комик, ой, вы шутник. Точно такой же, как и ваш президент. Особенно, когда наркоманит, такой клевый-клевый. А вы видели, как он наркоманит? Да. Когда он давал интервью. Но вы не можете рассказать, когда их дима, потому что тоже военный. все ржали, как лошади. Ладно, у вас есть какие-то конкретные вопросы? Или это вы так и зашли подурачить? Если есть у вас конкретные вопросы, я на них отвечу. Я вам задал вопрос. У вас есть какие-то конкретные вопросы? Я пойду дальше, если у вас нет. А у меня есть, у меня есть, конечно. Давайте, задавайте. Да-да. Смотрите, сын Кадырова избил подозреваемого в этом сам, в следственном изоляторе, где он там сидит. Как вы думаете, кто-то будет за это наказан? И кого за это надо наказать? Будет, обязательно. Кто? Кто будет наказан? Кто-то будет. А сыну Кадырова дали героя после этого. Это смешно, это как... Так я верну тоже над этим. Весь мир смеется над вашей страной. Я вам... И когда поржете, я вам похлопаю. Я уже поржал. Можете начинать хлопать. Уже похлопаю. Я понял. Весь мир смеется над вашей страной. Весь мир смеется над вашим президентом. Как вы думаете, почему попираются... Почему в вашей стране попираются законы? Вашему президенту, вашему клоуну президенту То есть вы не готовы говорить на тему, которую я поднял. Вы не готовы говорить со мной. Вы не готовы говорить. Дурачка зациклила. Дурачка зациклила. Видите, человек не готов абсолютно говорить на тему, которую я поднял. Он включил дурачка. И видите, смотрите. А, кстати, я ему хоть и выключил звук, но видно, что он повторяет одну и ту же фразу. И убежал. Ой, ви комик, ой, ви щутник. Субтитры подогнал «Симон»!